Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. О самом новом и значимом в российской электронной музыке. В еженедельном радио шоу и подкасте. Привет, дорогие друзья. Тема соавторства в электронной музыке обладает множеством вариаций и точек зрения. Потому что именно здесь, например, есть такой приоритетный формат сотрудничества, как ремиксы, ремейки, эдиты, всевозможные переработки, как непосредственно с участием автора оригинальной версии, так и заочные, просто по поручению лейбла, например. Кто-то считает, что процесс создания музыки сугубо индивидуален и требует полного личного погружения. Кто-то, наоборот, не против разделить одну звукозаписывающую консоль с коллегами в студии, чтобы в процессе найти новые идеи и обменяться опытом. Наш сегодняшний гость достиг заметных результатов в разных форматах. Друзья, в давние времена успешность города определялась теми доступными транспортными путями, которыми он был снабжен. Самые надежные из которых, разумеется, были речные и морские. И сейчас это уже не так важно, у нас есть самолеты, машины, и вообще можно никуда не выходить и общаться с внешним миром удаленно. Но наличие таких ресурсов, когда с утра распахнул окно, глянул, а там она течет издалека река Волга. И этим вечером мы отшвартовываем нашу музыкальную флотилию от московских берегов и решительно сплавляемся до Волгограда, где нас уже поджидает наш коллега, музыкальный продюсер Дмитрий Еренков из проекта Seaways. Привет, Дима! Привет, Саша! Привет, Женя! Привет! Проект «Русская кибернетика». Спасибо большое, что позвали меня в качестве гостя. Дима, как погодка нынче тебе? Приходится подтапливать дровишками жилища? Погода очень переменная. То холод, то жара. Непонятно, то плюс, то минус. Как бы ничего, скоро лето. Протянем. Друзья, мы делаем все возможное, чтобы приближать весну хотя бы в наших душах. И буквально минут через 15 будем расцветать под божественную мелодичную музыку Димы Сивейс. Но сейчас у нас важные темы. Россия, несмотря на свой размер, является экстремально столично-центричной страной. Вот так я ее определил. И все самое интересное, кажется, происходит в Москве и Петербурге. Опять же, это любимая тема для обсуждения среди продюсеров, которые живут не в столицах. И даже у которых все там даже и получается. Каждый отстаивает свою точку зрения. Ты вот успел пожить в Петербурге и утверждаешь, что там все серо вокруг. Поделись своим опытом. Почему Петербург не дал тебе нужных выходов контактов? Вообще начнем, так сказать, издалека. Как Волга. Да-да-да. Поскольку я вообще ни разу не стоял за деками. И, то есть, как таковой у меня тяги к диджейнгу в целом нет. Для меня не имеет местонахождения. Ты можешь находиться хоть в другом конце мира и спокойно обсуждать какие-то афроты с коллегами. Ну и само собой также заводить новые знакомства. Насчет Петербурга верно подмечено. Когда я туда переехал в 17-м году, мне он показался очень серым по сравнению с Южным Волгоградом. Так как у меня много близких друзей с Санкт-Петербурга и по сей день, с которыми я общаюсь, сейчас они уверяют совершенно обратно. В Санкт-Петербурге погода куда более теплая и солнечная, чем в Волгограде. По поводу новых контактов, опять же, я считаю, что тут дело не в городе. Я бы точно так же мог жить и в Москве и не подхватить новых знакомств. Ну смотри, Дима, мы помним, что Филипп Блейк переехал из Волгограда в Неаполь и теперь в Италии пишет электронную музыку и руководит лейблами. Станислав Попов из Волжского много лет живет на Ибице и занимается одним клубом. Все-таки возможно, что стоит выезжать в более коммуникационно насыщенные контактами столицы. И вообще стоит ли пытаться это делать? Смена обстановки положительно влияет для общественных людей. Я думаю, что это только на руку. А поехал бы сейчас снова туда? Да, в принципе, планировал как раз таки летом. С туристическим визитом больше, да? Да-да-да. Ясно. И буквально неделю назад я беседовал с Алексом Беливом, активным участником сегодняшней российской транссцены. И он утверждает, что жанр транс год от года переживает витки новой популярности и возрождения идей. Вот у тебя был как-то проект «Анксес». Его пик популярности пришелся на середину десятых годов. Но сейчас ты утверждаешь, что транс себя исчерпал. И мы знаем, что красота в глазах смотрящего, да, исчерпать ему себя все, что угодно. Какие признаки, на твой взгляд, исчерпания чего-либо вообще? Проект «Анксес» был направлен исключительно на транс-музыку, то есть на прогрессив и аплифтинг. На тот момент я думал писать только транс-музыку, потому что кроме этого жанра я практически не слушал ничего другого. Потому что транс — это музыка любви. На тот момент я думал именно так. Но мне довольно-таки быстро надоел этот никнейм, и я решил взять основной «Си-Вейс». То есть транс все-таки пострадал от того, что ты придумал неудачный никнейм? Вполне вероятно, не случайно этой теории. Чтобы не исчерпать себя, я думаю, самое главное, не нужно бояться экспериментов и не пользоваться какими-то определенными алгоритмами, написанием, сведением. Потому что, может, ты сегодня сделаешь то, что вчера какой-то продюсер в интернетике сказал. Так категорически нельзя делать. А завтра у тебя это может стрельнуть и станет каким-нибудь хитом. И, кстати, насчет экспериментов. Они привносят какие-то творческие изменения. Но как? Как донести до слушателей, что вообще-то у музыканта меняются интересы? Вот я тебя слушал, например, два года назад. Я тебя слушаю сейчас. И я не слышу того, что я слушал два года назад. Что такое, Дима? Как ты мне это объяснишь? Банально на пальцах приведу пример. Например, допустим, если слушатель будет есть ту же самую рисовую кашу на протяжении пяти лет. Я думаю, что ему явно захочется попробовать что-то новое. Я понял. Объяснил на яблоках. Лишь бы слушатель не пошел в соседний яблоневый сад. В 2016 году, страшно сказать, пять лет прошло. Ты был у нас уже в гостях, но с совместным миксом с твоим словацким коллегой Солито. И если верить витринам музыкальных магазинов, то вы по-прежнему иногда записываетесь вместе, развиваете сольные карьеры между тем. На позапрошлой неделе екатеринбургский продюсер Руслан Тагиров, из вполне успешного в прошлом дуэта Дос Буратинос, рассказал мне, что ему лично в творчестве важно чувствовать спину своего коллеги. Нужна вот эта магия студии и прочее-прочее. Ты утверждаешь, что этого всего не нужно, ты спокойно общаешься удаленно. Какие способы организации есть в таком коллективном творчестве? По поводу Камиля, он же Солито, увы, к сожалению, он сейчас прекратил заниматься продакшеном. Как вот он мне сказал, что в частности ему так же надоел транс, как и мне. Да что ж такое. А что-то писать новое у него нет желания. Так, а вообще что с коллаборациями? Не знаю, как-то единственная, которая последняя коллаборация, это с вокалистами. В принципе, мне и в соло нравится двигаться. Играйте соло. И, кстати, насчет вокалистов. Ты тут как-то весьма дерзко заявил, что тебе не нравится русский вокал. Чем же тебе великий и могучий это насолил? Я, наверное, сейчас переобуюсь, но в целом мне не нравится русский вокал. То, что творится сейчас, так сказать, на нашей поп-сцене. Нет, я имею в виду фонетика сама по себе. Ну, то есть твои композиции содержат англоязычный вокал, англоязычную лирику, вот даже правильно будет так сказать. Чем I love you лучше, чем я люблю тебя? У меня все-таки музыка направлена на зарубежного слушателя. И для него это будет... Да, да. Как есть, так и говорю. Потому что в России такую музыку мало слушают, мало кто понимает. Дима, пиши композиции на русском языке, и тебя будут понимать. Да, ну, кстати, почему бы и нет? Я думаю, что если какой-нибудь интересный тембр голоса будет, и можно что-то попробовать даже в том же самом мелодик прогрессив хаосе каком-нибудь, сделать что-то с русским вокалом. Не буду предлагать тебе свой вокал. И, друзья, я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках мини-ток-шоу «Премикшер русской кибернетики» у нас в гостях Дима Яренков из проекта Seabase. Я сейчас нахожусь в Москве, Дима, Волгограде, а вы, надеюсь, в безопасном и уютном месте. Уже в начале следующего часа послушаем целиком гостевой микс без лишней болтовни. И мы обратили внимание, что в этом году у тебя очень плотное расписание выходов новых работ. Есть какая-то осознанная стратегия для поддержания такого ритма работы? Или же это просто вдохновение? Мне кажется, это все-таки такой кроссовер между работой и вдохновением. Одно вытекает из другого, и одно не может существовать без другого. По поводу релизов, опять же, это перемешка как новых треков и старых, которым уже по году и более. Если я сел писать трек и не доделал его до такого звука, который я могу зацепиться идеей практически финальной в течение пары дней, то процентов 80 то, что я удаляю. О-о-о, а я-то думал, что ты сейчас скажешь, что ты его так в баночку маринуешь, а потом как заготовочку хоп на сковородочку и разогрел, добавил соус. Нет-нет, мне проще написать новый трек, чем мучиться со старым. Да, если долго сидеть над романом Пупея, будет не роман, эпопея. И ты активно хвастаешься, что твои треки набирают какие-то сотни тысяч и миллионы прослушиваний. No words to say пробил миллион прослушиваний на Apple Music. More of your love, более 500 тысяч. Как эти все миллионы конвертируются в монеты, звенящие в твоем кошельке? На данный момент с этих релизов я пока что не получил royalty, потому что релизы относительно свежие. Поэтому ближе к лету, я думаю, все придет. Заветная сумма. А насчет цифр? Ну на Петербург-то хватит на поездочку-то. Да, вполне. Это прекрасно. Думаю, не обидит сумма меня. Это очень вдохновляюще. И снова в Волгоград. Что происходит по обе стороны? От диджейки, что ли? По обе стороны? От колонки? Куда стоит пойти и послушать музыку, и даже потанцевать таким простым любителем электроники, как я? И есть ли какие-то локальные комьюнити музыкантов, так называемый профсоюз, может быть, в котором есть взаимоподдержка, внутренние чатики? Как по мне, здесь все очень тухло с ночными клубами. И именно вот привозами каких-то артистов, которые варятся в электронной музыке. Не то, что ты там скачал трактор, закинул треки, и все, и ты диджей. Такие там выступают, и я их не считаю за каких-то артистов, за диджеев для меня. Так, а что с музыкальными продюсерами? Есть какая-то взаимопомощь или каждый сам за себя? У нас есть дружный мини-чатик ВК, где помимо меня есть еще группа ребят, с которыми я знаком уже не первый год. Ну, мы постоянно обсуждаем какие-либо новости в музыкальной индустрии, ну и, соответственно, поддерживаем друг друга, когда у кого-либо выходит какой-либо релиз. Рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, но посредом она через нас. И смысл таков, что ты отвечаешь на вопрос одного из предыдущих гостей программы и задаешь волнующий вопрос нашему следующему визитеру. И тебе вопрос пришел от московского продюсера, диджея и радиоведущего шоу «Транс Ассорти» Александра Воронцова, он же «Алекс Белив». Вопрос такой. В связи с этой всей историей с ограничениями сейчас многие ушли в стриминг настолько глубоко, что мы можем видеть стриминги и топовых диджеев, и малоизвестных. А в Москве даже прошло два мероприятия, где диджей вообще отсутствовал и был просто на экране. Если будущее у этого вида диджеинга, даже если все ограничения закончатся, все будет хорошо, мы вернемся к прежней жизни. Но стриминг, мне кажется, он уже лет пять точно уже активно вошел в нашу жизнь. Я считаю, даже когда пандемия закончится, я надеюсь, что она закончится, и вновь будут проводиться какие-либо фестивали, на стриминг это никак не повлияет. Потому что он как процветал, так и будет. Мне кажется, в эпоху пандемии это стримингу на руку. Хорошо. И чтобы продолжить цепочку, задай интересный вопрос нашему следующему гостю, кем бы он мне. Как думаете, повлияла ли пандемия на популяризацию андеграунд-музыки? Интересная тема для размышления. И у нас осталось буквально пару минуток. И последний визионерский вопрос. Как ты думаешь, подо что мы будем танцевать и что мы будем слушать буквально лет через 20? Сложно сказать, потому что в нашем мире все циклично. И, допустим, сейчас вновь, ну, как можно слышать, актуален звук 80-х годов, 90-х. Все-таки я думаю, что под хаос и техно музыку в любом случае найдутся такие люди, которые будут продолжать активно слушать и танцевать. Ну, потому что все-таки хаос и техно — это вечный жанр. А так и до транса недалеко. И я точно знаю, что мы будем слушать в ближайший час. И, друзья, готовимся включить в наших душах весну и настраиваемся воспринимать прекрасные мелодии, которые собрал для нас в продюсерском миксе Дима Яренков из проекта SeaWay. Спасибо тебе, Дима. Спасибо вам большое. Друзья, спасибо, что интересуетесь современной электронной музыкой России и русскоговорящих стран. Благодарим вас за внимание к интервью, подкастам и эфирам национального клубного проекта «Русская кибернетика». Мы будем рады вашему отклику, пожеланиям и рекомендациям, кого пригласить в гости в следующие выпуски. Кстати, на сайте russiansyber.net есть удобная форма, чтобы отправить нам музыку. Также вы можете оформить ежемесячную подписку в VK Donut, чтобы финансово поддержать наш проект. И, например, приобрести наш мерч — виниловые пластинки или флешки. Сегодня для вас работали Александр Киреев и Евгений Свалов. Формал. До встречи на следующей неделе. «Русская кибернетика» с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. О самом новом и значимом в российской электронной музыке. Вежимедельно в радио, шоу и подкасте. «Русская кибернетика» с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. Продолжение следует...